и снова здорово друзья и подруги мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сейчас перейдем к правке бедра до этого мы все уже размяли до расшатали и если бедро может выйти в разные стороны допустим она вышла вот сюда вверх да надо опустить соответственно разворачиваем ногу придерживаем этой ногой чтобы не съехала локтем в эту сторону чувствуете перец и нас рукой подтолкнуть второй способ более такой мощный он просто пони человека с другой стороны клади ногу также на бок следующее подвинься значит вот так у нас идет бедренный сустав ветер под 40 градусов толкаем в противовую сторону вот туда бедро разворачиваем получается вот так да и толкаем вот туда в него если вам это надо нащупать где самое такое место больше всего упирая нет такого стандартного угла лежит нога на ноге или не на ноги лежит вообще не важно вот прицелились чтобы был упор стол и прямо в бедренную кость не в тазовую а в бедренную вот вертся до уперлись раскачались и всем корпусом вот туда от 45 градусов соответственно далее удерживаем его вот сюда длину соответственно взять вот так расшатываем на плечо положили расшатываем расшатываем и обратите внимание ногой держу стол видите бедром обязательно держим стол так потрясли его примерно так в сторону отвели немножко под 40 градусов ногу развернули и сами держи держишь расслабились и раз такое хрёсткое движение прямую стопу вот такую стопу это кого расшатали а теперь упираемся в ногу и через ногу держим стол тут разъезжается вот эти вот мышцы средние и малая ягодичная и ппс поясничный поддушный сустав так это в эту сторону теперь переворачивайся с другой стороны но тут нам надо будет на самом деле мышцы бедра довольно таки крепкие и они держат его вокруг всего бедра тут вот тут вот тут с этой стороны не будем решать какие-то мышцы да просто все их расшатаем значит берем складывая ногу в коленке дает нормально не воню это же эти больные то что берем так расшатываем расшатываем с поворотами с такими не держи сам держи с поворотами сюда это забедренный сустав теперь когда вертикально вниз нога да теперь вот так находит сустав а вот так крестцово-подвздошный сустав чуть под другим углом загибаем коленку от пупка на четыре пальца вот к этой точке чтобы нависала здесь да и толкаем на себя пружинирование в кпс чувствуешь теперь поясничный поддушный поясничный крестцовый сустав вот так расположен штуками в ту сторону примерно в солнечном сплетением коленка да и себя туда даже видеть подгибаем немножко так есть такое качание может помочь себе еще взяться за седалищную кость и это уже вот он сустав теперь противоположному соску или подмышки дарут на тянем ногу это нас растягивается грушевидно мышцы вот так и там здесь урминаем и пробиваем лучше отсюда посмотри она идет под крестца к версии крепится вот так что диагонали включается в этом месте а теперь на это на растяжение было на сжатие под нее по диагонали так вот ставим кулак и через свой кулак раз сюда два положения три положения коробку может привести ближе к версию чувствуется кулаком это мышцы прожимаем вот на идет подгонали да соответственно место крепления здесь вот тут по центру и место крепления здесь только мы и поражали и через нее бедро продавили вот туда видите на сокращение нога отвинтилась ладно потом принесем за нашим себя не отвинтилась на и идем дальше сюда уже делали сюда вот еще потянем теперь паховые мышцы тянем 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 вот это мышца поднимающие получается бедро вот прижали поднимал бедро вот чувство надо все все пускай вот ее растягиваем таким способом цена повернуться к подвинуться сюда к краю стола ногу свешиваем сам держись с той стороны вот уперли соответственно верхнюю уголок подзвешно-кости до мягенько тоже упираемся вот так вот а здесь в коленку и на вдохе поднимая ногу вверх выдох расслабляем больше вдох опять тяни выдох я понял я понял что куку давлю да здесь кожу тянешь кожу вот так вот увеличь подожди подожди каждым разом увеличиваем ухо он еще больше да вдох все ослабляем ну туда и выдавили выравнивается по столу обратно так дальше идем значит теперь вот в эту сторону тянем ногу к локтю здоровый человек она должна практически ложится и вторую ногу чтобы он не поднимал да мы ее придерживаем а тут же лота можно давить теперь в эту сторону опускаем бедро вдоль позвоночника здесь сложнее даже не тянется за руку человека должна и это не подниматься нога расслабить это вообще расслабить и тут ложится полностью не ложится потихонечку увеличиваем амплитуду быстрее быстрее я сейчас положу надо растяжите еще сделать так вот расшатали да значит с этой стороны мы все проделали теперь с этой стороны начинаем ну как бы представьте что от бедра вывод во все как лучики солнце давай все стороны и и растягиваете сюда потянули теперь колено над коленом градус примерно 120 градусов упираемся ли в бедро а в берцовую кость вот а тут не в бедро а в тазовую кость голову кости и в разные стороны натягиваем чувствуется где вот туда да да если хотите усилить допустим не хватает силу да то можно потянуть вот так захватываем так видите а тут в бедро кость и на себя о-о-о-о тянется да так значит сюда делаю сюда 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 но практически везде сделали потянули славе подготовили и теперь сами толчки свежую ногу может нужно сюда подвинуться вот она под собственно весом пока тянется тоже висит а мы еще грушевидные мышцы до потянуть уже мышцы не только ягодичные грушевины здесь еще вот тут мышцы запирательные вот тут мышцы тоже есть под подседающим костью до начну подседающим кость ставим стопу вот так вот вот такой диагональ видите на ребро вот так ставим стопу показывала нам подседающим кость воде гонали и через свою стопу ногу у нас с разворот до создался танцы лотаться до чувствуете теперь вот и годичную мышцу ставим вот так вот и на себя и натягиваем посередине бицепса бедра вот надо отвисела и поехали сами приемчики делать зажали между коленками заверцовую косточку вот так ладно ладонь да или замок и представляете да сустав идет по 45 градусов нашли его выщелкиваем вверх то же самое только на столе придержим стопу и на себя можно усилить все колено больное что за колено не браться берем прямо за бедро ведь был захват борцовский а так теперь следующий захват не там а вот здесь мы захватываем за более практически мы можем так держаться либо вот так борцовского захвата наши бюджет был под коленом вот тут расслабили ногу человека все было расслаблено предупреждающим неделю для жалли сопротивлялся не помогал сами держим стол и толчок будут за голень вот так да но до этого надо его подготовить немножко могу покрутить чтобы она почувствуем их когда почувствуем расслабление до что-то на свободно ходит после этого моменты неожиданно а неожиданно вот ловим на это неожиданно момента потому когда человек готов он начинает сопротивляться успевает сгруппироваться понимаете подсознательно даже до двигаться обратно соответственно вот такой хлесткий хлесткий как как этим кнутом когда расслабили по стопу и второму косточку того себя и уперлись противоположному держи и держим на себя в двух местах и если ноги разной длины да допустим вот эта нога короче а это длиннее это бывает не только за счет таза за счет укорачивания этих мышц поднимающие бедро мало ягодичный средний ягодичный большой весовый транс то здесь тоже так он тоже спазмируется тоже не сокращается поэтому на вытяжение упираем человеку так вот свою глицовую кость да это надо прямая предупреждайте чтобы она не сгибал а это нога выше этой особенно если таз туда ушел назад да тут об этом более выше поднимаем берем за стопу и за пятку и корпусом вытягиваем стопе тянется если в стопе тянется тогда хватаетесь прямо болезненно бывает тогда прогуляем хватаетесь и сейчас ты попала сюда руку почувствовать вытягивается только единственно что в этом положении не дергайте потому что опасно что выделите прямо из сустава поэтому сейчас расслабили вдохнули и после этого ну с бедрами все следующем видеоролике запишем колени с вами был али калахудин и лучше вам быть здесь и пробовать все друг на друге